Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 904. События дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Эфесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы за 7 июня 2018 года. День был необычный. Тут у нас как раз только что накануне прошло собрание о том, что строения, которые переданы были от лагеря и деревни, всю эту местность превратить в музей. Это нужно было сделать быстро, потому что власти там какое-то движение делали на то, что надо, видимо, убрать. На навозной куче они кому-то мешают там, то есть, понятно, стереть, чтобы и памяти не было. Это так делали гонители, всегда убивали христиан и не стали отдавать тела, и чтобы забыто было имя и все. Мы тут не молчали, поехали, отпечатали все, собрание как было. В этот же день успели сделать вывестки там, что это музей, музей. Ну и ладно. Поехали мы. Игорь Барабаш и Жене его и Лене Анатольевне, учительнице, нужно было что-то там в школе делать, в корочные книги обменять и какие-то отчеты сделать в Мамонтово. И я с ними прицепился. И вот, ну, все это мы записали. Отдельно будут ролики. Отдельно в сельсовете подали документы, в прокуратуру районную, в администрацию районную и в газету районную. Ну, это все время было, пока придешь, пока что. И все это записано было. Так что, если бы это было в Барнауле, можно было бы закачать. Но я этого делать не могу здесь. Это не тянет. И съедай деньги все сразу, которые кладут. Кто-то там мне помогает. Ну, вот так. Что против? Съемки только было в одном месте из всех мест. Она не знает закон. 330-я статья уголовного кодекса за тех, кто не дает снимать. Пять мест я объяснял, где можно, где нельзя снимать. А где так? Можно и нельзя. Кто разрешит. Допустим, суд идет, нужно спросить у судьи. То есть, не запретное. А есть место, где никто не может разрешить. И в сайте указано. На территории таможни. Вот. Съемка кораблей военных. Берегут себя. Там газовая промышленность, какие-то в министерство. Такое есть. Вот. И тайное совещание Государственной Думы. Такое вот. Ну, здесь тоже я сказал. И 19-1 правило гражданского кодекса тоже. Смиряет, которые боятся чего-то. Чего боятся, сами не знают. Ну и ладно. Пробыли, вернулись. Я сразу поехал. И стал обедать. Еще с собой брал. Немного дорогой поел. Березовый сок был. И хлеб с пряником. Ну, пошел в лагерь, где у нас там называлось такое устройство. Разъезд. На уровне груди. Из бревен сделано. Все это закреплено. Ходить 75 метров. Разные повороты там. И ребятишки очень любили ходить. Ну, а так все подгнило. Ремонтировать не стоит. Это за пределами огороженного. В территории, где лагерь был. И вчера я пошел. Выдергу взял. Все сломили. Потом Володя пришел. Которые тяжелые там столбы были. Ну, остатки от столбов утащили в сторону. Сложили все. И убрали. Это все вчера. Володя что-то садили вчера. Они тут с матушкой помогали. Ну, день переполненный буквально был. Вечером пришел. Тут кое-как уже доволокся. На дом и лег. И сразу уснул. Так что ночную молитву уже пришлось утром совершать. Совершать. Ну, до подъема. До 4.40. Но это очень хорошо. Пользительно для тела. Для души. Спокойствие такое. И нигде никто против слова не сказал. Нигде. Только в сельсовете. Она не секретарша. А секретарша ушла в отпуск. А за нее сидит. А почему, когда у вас собрание, нас не вызываете? Да зачем вы нужны? Какой от вас совет от безбожников-то? Совет. У нас его обязанности нету. Ни в уставе. Нигде. Да к нам не каждый раз проедешь. То есть она временная тут на несколько времени. И решила какую-то то ли значимость себе показать, то ли что. Потом перестала. Пошла в другую комнату, видимо, там. Мы документы все эти оставили, откопировали. На наших документах они поставили штампик, что принято. Теперь они уже не скажут, что не принимали. Ну и хорошо. Что интересно. Прокуратуру мы начинаем снимать еще на улице. Заходим. И съемка дальше идет. Я захожу. Паспорт на стол. Кто я такой. Дальше. У меня документы, что я доверенное лицо потеряевки. Почетные жители ее. Имею право ходатайствовать по разным-разным таким вопросам. И она эту копию делает, чтобы у них это было. И стоит уже, видимо, начальник. Конечно, там и начальник-то и был. У прокуратуры. Полковник. Я ничего не стал говорить. И он видит, что снимают. И ни слова. Вот что интересно. Люди, знающие закон, как приятно с ними общаться. А про редакцию говорить не еще. Получить с собой почти там. Ну, ей хотелось узнать обо мне больше. Потом я думаю, батюшка вчера поговорили. Да, Слово Божия, нету книгу ей подарить. Надо будет. Там, я говорю, все есть. Она статью пишет какую-то там. Лилия звать ее. Ну, вот такое дело. Гостей-то еще нет. Только вот приехала как Марина с Полиной. С Украины. Вот здесь готовится. Я, с чем пришел, тут зелень. Надо готовить. Зелень готовить. Это означает лук перо нарвать, чеснок, одуванчик. Там лопух есть, щавель. Что тут у нас такое есть? Еще нет листьев свеклы. Капуста не подросло. Ну, богато так. И Марина тоже. Давай я помогать резать буду. Мелко резать. Я толку в кастрюлю. У нас эти-то было. Это все показано. Но можно еще раз показать. Подсаливаем маленько, сохранить. И когда за стол садится, к первому там. Всегда добавляют ложкой. Очень хорошая, получается, смесь с зеленью, так и называем, в холодильник. Вот вечером уже дошел до дома. Ну, Володя-то ко мне туда приезжал. В лагерь-то он тут помогал сестрам. А тут ко мне прибежал. Скорее приехал. И все растащили. Теперь помаленьку будем готовиться, как время будет. Отремонтировать кельи. Побелить их. Ну, и лагерь написано. Комплекс. Музей-комплекс для бедных лагерей. Вот такое название везде вывешено у нас. Я уже говорил вчера об этом. Сегодня она пишет. Вера. Ну, от негодяев, от негодных людей. Сказать, скрывай. Даже они узнают, какая фамилия, по ней находят. Ну, ничем не занимаются. Сидят дома. И начинают их всякой пакостью заливать. Против меня. Против меня что говорить? Я грешный человек. Грешный, грешный, супергрешный. Ну, я Господом избран на дело какое-то. Я копаю, сделаю и благодарю Бога. И даже скрывать приходится. Вот это верующие называется. Но когда их, это все к ним вернется. Их будут искать. Господь их будет, говорит, на щит поднимать. Вот. Пишет эта вера. Мир вам, Игорь Тихонович, хочу у вас спросить. Что мне делать со вспыльчивостью супруга? Когда мне, как мне ему помочь? То есть, она нормально, а он неправильно делает. Помочь-то ему, а не ей. Знаю, что нужно молиться ко Господу. А что еще можно сделать на практике? Очень раздраженный, если что, не так поднимает голос. Подскажите, что делать? Ну, я не выдумываю ничего и говорю. Есть небольшой рассказ, что вот так же к старцу припала одна страдалица. И он дал ей бутыльок со святой водой и сказал, что как только муж начнет раздражать тебя, ты сразу же полный рот набери этой водицы святой-то и держи во рту, пока муж охолонет. Так она и поступила. Вначале буквально через щеки готова была лишиться воды. Ну, глотать-то нельзя. Но потом муж, не слыша от нее прежних самооправданий, все тише и тише стал говорить и с удивлением смотрел на нее такую непонятную, интересную, молчаливую. Сердце же его снова стало к ней липнуть. Ах, до чего же хороша моя Верочка. Потом она старцу все рассказала, что какая все-таки исцелительная сила в этой святой водичке-то оказалась. Муж чуть только начнет выговаривать ей за ее проступки-то, а иногда и зряшно. Она тут же водище отхлебнет и свое дело делает, и горячо творит молитву-то. Так горячо, что вода готова вначале была закипеть во рту от ее многого, превышающего мужний ум. От ее ума много превышающего, в кавычках. Но, в конце концов, водица святая свое дело сделала. Вот и примените на практике. И может быть чудо повторится и в Сирии. Вот мне Русик пишет. Игнатий Тихонович, можно ли избавиться от злопамятства? Навсегда. Если можно, то как это сделать? Я отвечаю, не избавиться самому. Но... Матфея 16, 24. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Матфея 19, 26. А Иисус, возрев, сказал им, «С человеком это невозможно. Богу же все возможно». Матфея 18, 28. «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Вот так-то. То есть, кто нам сколько должен, не могу забыть, и злопамятство. Злопамятный уподобляется дьяволу, говорит Иоанн Златоуст. Так что поставь. Назови себя и покажи. Я делаюсь похожий дьяволу, когда не прощаю. А как же просишь у Бога? Перед Богом задолжали в миллион раз больше, чем кто-то злопамятство. Ну, глупости эти. Слова-то какие-то нехорошие. Злопамятство. Ну, нравится тебе в этом жить. Оно так и будет. Ну, ты смирись маленько. Ты глянь на себя в зеркале, когда раздражишься. Ты посмотри, на какого зверя ты похож делаешься. Какие глаза делаются, как крови наливаются даже. Вот такое злопамятное. Это не годится так. Вот это событие дня. Тут много не напишешь лишнего. Ну, все у нас, по милости Божией, очень хорошо, что и съездили. А Игорь Варабаш знает такие дороги, где ехать, чтобы помягче, по грунтовой дороге. Интересно, выехали из Корчино в Мамонтово. А там дорога, ну, такая, прям как после бомбежки. А он знает, где-то там. И поехал, там в одном месте развернулся. Ну, куда ехать? Там дороги, развилки там все это. Шофера едет на поля. И повернул не в ту сторону, но между собой они договорились, что нет, не туда, надо в другую сторону. Поехали. А там строение, видать. Он опять кому-то по телефону говорит. Там строение. И видно, крыши широкие, это склады. Говорит, а там склады у них есть. Так это бригада, давай к бригаде. Спросим кого-то. Все это время идет. И вот туда к бригаде-то подъезжать. Видим на поле мужчина, там около машины что-то ходит. Я говорю, так остановитесь, спросите. Да что спрашивать? Тут надо ехать. Подъезжают ближе и узнали. О, а это мой племянник, Валентина Тихоновна, сын. Кирилл. Он в Корчино устроился. Вот тебе на остановились. Ну, давай говорить. Он все это рассказал. Где тут, что, как он. Тоже там недавно живет. А у меня березовый сок. Батюшка накануне мне дал 20 литров березового сока. Я ему кружку налил. Взял за тобой хлеб. А думаю, ладно, обойдуйся. Я ему два ломтиа дал. Наши выпеченные. Марина. Кристианка здесь с Полиной. Они возились с Володей. Вот, довольные там. И мы поехали тоже. И вот так вот. Это все по согласию. Все мирно, с молитвой. Вот, попить. Лене дал там. Рядом народ, там посредине села. Она кружку взяла, перекрестилась. Она такая стоит, как боярыня какая. Тут по неволе взгляд привлекает. Вот. Ну, благословен Господь. Сегодня стал записывать. Похоже, там Никита у Сергея. А так как он мне его сразу отдал, этот ролик. А теперь его отдельно выставили. И получилось дважды. Один, что он сразу спрашивает. А еще дважды один и тоже закачивает. Я его сразу и убрал. Это тоже. Ну, похоже. А до конца сушить не будет. А может быть, только начало такое, кажется, похоже. Следят за этим. Вот. Тут же и убрал его. А тут у меня Паля. Паля, котенок. Еще года нету ей. 30 июня, кажется, год будет. Она заженихалась тут. Это тоже событие. Если не идет, я за нее забеспокоюсь. Выйду. Тут шерсти от нее в стенках на веранде-то полно. А тут наш, когда-то котенка подбросили, серенького. Ну, незрачный такой пищит. Там через забор, видимо, кинули. А Надежда Васильевна прикормила его. А потом привезли. Ну, до того оказался кот хороший. Везде ловит мышей. Ловит их, это по порядку складывает. Деловой такой. А тут подошел, на шаг не отходит. И она от него убегать. Она привыкла убегать. Нет, брат, это не от меня убегать. Он ее верхом на ней, как седок какой. Джиги. Попустим, на Татьяна звонит. Спасибо, Рафаея Господи. Проверяют, как у меня дела обстоят. Хорошо все обстоит. Вот. Но ее сегодня все-таки заманул я в избу. У нее клочья, у нее шерсть смешалась. Доброе утро, что хотела спросить? С Богом, с помощь, давай, с Богом. Я думаю, так, ну. Аллилуйя, отошел. Оказывается, батюшка едет туда, ну, завтра поедет. А сегодня она проспору печет, и благословите. Обычно так, три сигнала пройдет, и сейчас меня утром, я Никита-то уехал, он мне звонил. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос. А сейчас Володя звонит. А у меня такой пустой вот ящик перепрокидываю, на нем книги у меня лежат, и на них аппарат вот сейчас записываю. Вот. Я его случайно оказал. Телефон положил, а у него бортики на днище тут. И он упирается, пустой ящик, пустой деревья, из панеры. И такой звук издает громкий, а мне-то как раз и нужно это. Но я, правда, встаю пораньше, а все равно интересно. Ну вот, какие наши события. Даже спали события. Теперь щедок, и котят можно ждать. Вот подброшенный, не беспризорный, но до того хороший. Я в одной хозяйке жил, ну а дети-то разные. Там матери жалуются, там вырос, пьет, там наркотики, ну все такое-то. А у ее дочери не было детей. А она вышла замуж, так удачно, за офицера. И он где-то в Болгарии, что ли, служил. Это раньше еще, когда я у меня на квартире жил. Захарова Улита Григорьевна-то. И она мне все рассказывает. Ну и они решили ребенка взять из приюта, там где, как называют. Ну, ребенок, как его знаешь, стал учиться. До того, говорит, учиться хорошо, там лучшие в классе. А не пятерки. И здесь мама, папа, он везде, до того ласковый ребенок. Она говорит, я такого, у меня своих-то сколько, пятеро было, ни одного такого не было. Я приду, баба обнимет меня. А он даже не знает, что неродной. Вот этот котик-то, я с чего начал говорить-то, серенький-то. Такой ласковый. Везде все шнырит, мышей ловит. Так и этот. И я буду врачом, мне так нравится. Ну, поступай, сынок. И он поступил, и окулист, кажется, она, как говорит, улита Григорьевна-то. Так он такой врач, говорит, там кончился с красным дипломом. Так, это я с чужого слова говорю. Так, там где, ну, Новосибирск все-таки, большой город-то, миллионы-то. Да к нему там с других мест отовсюду очередь идет. Как он с ними обходится, какие успешные операции у него. Вот я говорю ей до слез, говорю, думаешь, господи, да ведь кто мы такие-то? И ты как даешь? А другой, он там в богатой семье, вот ко мне тут привезли в лагерь, возьмите нашего сына. Он прямо так, надо ему и в лагерь. Я говорю, а где он? Да в машине сидит. Я подхожу, там дядька сидит. А сколько ему лет? Да 35, кажется. Так это же не дедовский, да, второй город, дедовский лагерь, а детский, там Т стоит. Да вот он, вот он еще, наркотики, наверное, ну да, он пухленький такой, выглаженный. А облизанный, вот и все. Родной сын, они уже пожилые-пожилые, там за 60 лет они с ним возятся, не знают, что делать. Да что его? В кандалы, да в лагерь, да в шахту его, как Феодосий Старший был, клемить его, и чтобы Света не видел, там и живи. Сколько он преступлений-то уже сделал. Вот это все, к примеру. Может и не так, но однако так тогда было. Я не желаю этого. Я говорю, что был он святой, Феодосий Старший. И вот здесь с одного котика, видите, куда я вышел? Воспоминания какие. Поэтому заранее еще нельзя сказать. Но может быть потому, что вот эта у Литы Григориевна, это Захарова, она как раз и рассказывала, какой у них был верующий отец, ее отец. Теперь она бабушка, я на квартире у нее жил, в городе Искитиме. А она все по монастырям, молилась, и уже сама старенькая, и искала отца своего. Отца своего сама, ну да. Мы, говорит, где-то они были за границей, ну где, не знаю, там за Дунаем. И когда революция-то все это прошла, они сюда приезжали. Он, говорит, читал Библию. Я говорю, Библию считал в то время. Да, Библию. Ну, может быть, Евангелие. Нет, Библию. Ну, ладно, она была маленькая, может быть, ошиблась. Откуда Библия у него, может быть? Но сидел всегда считал. И вдруг, говорит, видим, так, мы сидим в бауле, эти сумки там рядом вокруг, и ноги так вытянутые у нас, говорит. И прямо через ноги перешагивает какой-то старичок, подошел к нему, его за плечо тронул, и говорит, Григорий, время пришло. О, он встал на него, посмотрел, а у нее пятеро, что ли, ребятишек-то. О, мать, я, говорит, это Григорьевна, она была ребенок-то. На него смотрим, еще не поняли. Он повернулся, Григорий-то говорит, до свидания. Я ухожу, ухожу навсегда. Как? За холостом до мать? Да как же, да я пятеро. Моими телесами живы не будете. Без меня вы будете жить лучше. Он не знает, теперь, когда мы рассматриваем его биографию, то это действительно так. Его бы здесь, о, за границей, да тут статью ему, срок, и все бы. А она дальше рассказывает, как они одни жили. Приспособились. Однажды едем, говорит, а бричка, ну, лошади, такая бричка, как она, видимо, можно там наложить что-то, ящик, как гробик, похожий. Дождь прошел, такой сильный дождь прошел. Мы, говорит, едем и смотрим, канава, трава, и трава просто вся шевелится в канаве. Там мы остановились, а канава полная. А сухое место, совершенно там ни реки рядом, нет ничего. Глянули, а там рыба, да мы ее руками, руками, канава. Дождь прошел, и из тучи упала рыба. Такое у нас, я видал, было, это, ну, смерч поднял. Да рыба хорошая, большая. И они нам полную бричку, говорит, ее руками наловили. А другой раз, она тоже там какой-то надел, и наличная жизнь, забирали все. И в ворох был, пшеница, и мы, говорит, взяли его, мекина и забросали. Ну, его видно. Комиссия пришла, ходит рядом и не видит. У всех забрали, а у нас, говорит, нет. А мы, ну, видимо, и с другими поделились даже. Ну, было такое, вот, все забирали. А был муж, ничего этого не было. И она все надеялась его встретить. Может, этот мальчик, про который рассказываю, врачом стал, может, это по молитвам этого уже, как бы он дед, если его считать родным. А это его бабушка, Улита Григорьевна. Вот так. У нас тут почему так все случается? Я пойду везде. Куда бы ни поехал, я первым делом забегаю к своим, здесь у нас Серафима Гавриловна, я 92 года, наверное, уже, Нила Александровна, Глушкова, Аплотникова. И всех предупреждаю помолиться. Батюшка вчера с такой охотой нас благословил. Он говорит, так я, говорит, даже когда вы поехали, я вас еще благословлял в пути. Вот вчера, где мы были. Ну, все расположены. И все замерло. Как будто бы нас ждали, чтобы только посмотреть. Которая, по-моему, прокурора тут приезжала. Девчонка, ну, молоденькая совсем, маленького роста такая. И спрашивает, а вот подробности-то где у вас, как вы решили? Я говорю, а он уже на столе лежит. Что вы? Я говорю, да я сама улыбается. Ну, незнакомые люди. А уже про журналистку, которая приезжала, тут была у нас, молилась Алия. Лилия. Говорить не надо. Она прям не знает, куда посадить. И столько ласки в человеке. Вот удивительно все. И вот такие наши события за прошедший день. Все на этом. Отошел. Отошел.